Компания Audi планомерно переводит на дизеле свою линейку оспортивленных S-моделей. Сначала представили кроссовер SQ5, затем были S5, S6 и S7. И теперь вот дошла очередь до семейства с индексом 4, седана и универсала S4 Avant. Двигатель все тот же, трехлитровый турбодизель отдачей 347 лошадиных сил и 700 ньютон-метров крутящего момента. На малых оборотах турбокомпрессору помогает электротурбина. Кроме того, в первые секунды разгона еще 11 лошадиных сил и 60 ньютон-метров добавляет стартер-генератор. Все эти электроприборы запитаны от 48-вольтовой сети. Под полом багажника встроена батарея емкостью в полкиловатта. Довольно тяжелый седан массой 1855 килограммов разгоняется до 100 километров в час за 4,8 секунды. На одну десятую медленнее, чем с прежним бензиновым мотором. Универсал S4 Avant тратит на это упражнение без малого 5 секунд. Отныне в Европе S4 продаются только дизельными. На других рынках по каме сохранился бензиновый мотор. А в России нынешняя генерация моделей не представлена вовсе. Похоже, что на российском рынке Audi переживает черную полосу. И без того скудная линейка спортивных моделей лишилась в России еще двух знаковых машин. Отныне у нас не продается семейство TT и Supercar R8. В Sport Audi покидают наш рынок без надежды на скорое возвращение. Разумеется, всему виной невысокие продажи. В прошлом году у нас было продано около сотни экземпляров TT и менее десятка R8. Однако в премиум сегменте на массовость спорткаров никто и не рассчитывает. BMW продал два десятка электрических купе i8. А Mercedes предлагает SLC, SL и ростер AMG GT. И тираж ни одной из этих моделей не превышает четырех десятков.